Добрый день, DuomoCube это достаточно простая головоломка на базе обычной пирамидки. Визуально она похожа на DuoPyraminx, но по сборке все-таки ближе к классической пирамидке. По сути, это и есть пирамидка, у которой добавились центры и не вращаются уголки. Если мы посмотрим на строение элементов, то у классической пирамидки вот этот уголок вращается, здесь это вращается уже вместе с кучей других элементов. То есть, по сути, это вот такое вращение. Таким образом, вот этот крупный элемент объединяет уголок и центр на обычной пирамидке. Вот этот двухцветный элемент, зелено-желтый в данном случае, это классическое ребро с обычной пирамидки. Ну и то, чего нет на классической пирамидке, это центр. И именно в этих центрах здесь и особенность. Тем, кто умеет собирать обычную пирамидку, я настоятельно рекомендую собрать этап пирамидки здесь самостоятельно. Поскольку здесь в сборке всего лишь два этапа. Сборка как пирамидки и сборка центров. Для тех, кто не знаком с сборкой пирамидки или испытывает с этим трудности, я подробно сейчас покажу и этот этап. Так выглядят обе головки в перемешанном виде. Ну, начнем с обычной пирамидки. И первым делом в методике для начинающих собираются вот эти уголки. То есть просто объединяются цвета, уголка и рядом стоящего элемента. Уголков здесь четыре, поэтому нужно сделать максимум четыре поворота. На дуома такой этап не нужен, поскольку это уже единый элемент. Далее на обычной пирамидке собирается звезда. Ну, в методике для начинающих я показывал на примере красного цвета, поэтому здесь поступим так же. Для того, чтобы собрать звезду, есть два способа. Можно найти три уголка, у которых есть красный цвет. То есть, в раз, два, три. И держа их примерно так, повернуть красным цветом в одну сторону. И получается звезда. Вот это ребро нам даже сейчас не нужно. То есть, примерно такая должна быть картина. Либо мы наоборот находим уголок, у которого красного цвета нет и располагаем его где-нибудь от себя. И потом на этой стороне, здесь уголок без красного цвета, он сзади. На эту сторону поворачиваем все уголки, ну или центры красным цветом. И так же получается звезда. Возьмем дуома и здесь сделаем то же самое. Ну я сразу вижу, вот красный уголок, вот красный уголок и вот. И поверну их все на одну грань. Если присмотреться, здесь красного цвета не будет. Поворачиваю красным цветом к себе. Ну и получается звезда, как на классической пирамидке, собрана. Ну вот, выглядят они действительно по-разному. Дальше на обычной пирамидке собираются ребра первого слоя. То есть, ребра с красным цветом. Находим на верхнем слое элементы с красным цветом, двухцветные. И поворачиваем их до тех пор, пока второй цвет, кроме красного, не совпадет вот с этими. То есть, он будет либо слева элемент, либо справа. То есть, вот эти цвета должны совпадать. Дальше мы понимаем, что место сине-красного элемента вот здесь. Поднимаем это место, вставляем туда этот элемент и опускаем. Всего лишь три хода. Дальше ищем сверху еще ребра с красным цветом и видим, вот зелено-красное. Его место вот здесь. Если мы оставим это ребро на этом месте и не будем совмещать зеленые цвета, то при подобном же алгоритме у нас получится вот такая ситуация. То есть, ребро станет перевернутым. Нам это не нужно. Поэтому мы передвигаем ребро сюда и устанавливаем как положено. Альтернативным способом является установка через пиф-паф. То есть, если у нас ребро все-таки стоит так же, мы делаем такое движение, такое, и возвращаем оба. То есть, это пиф-паф на пирамидке. Правая вниз, левая вниз, правая обратно, левая обратно. Соответственно, если элемент стоит слева, не той стороной, то можно левым пиф-пафом, то есть, начиная с левой стороны, его так же установить на место. Раз, два, три, четыре. Здесь выбирайте способ, который вам удобнее. Остается еще одно ребро. Совмещаем с желтым цветом и устанавливаем на место. Первый слой собран. Делаем то же самое на дуома. Обращаем внимание на вот эти двухцветные элементы. Может показаться, что это два разных кусочка, но на деле это целый элемент, у которого две наклейки. То есть, по сути, те же самые ребра. Находим ребра с красным цветом и совмещаем цвет, кроме красного, с цветом уголка. В данном случае это желтый цвет. Ставим его в такое положение и делаем те самые три хода. Ищем следующий. Вот у нас зелено-красный. Перемещаем вот на это место. И так же устанавливаем. И осталось у нас один, синий-красный. Но можем при помощи пиф-пафа поставить на место. Таким образом, первый слой здесь тоже собран. На центре пока внимания не обращаем. Далее на каждой головоломке нужно совместить цвета нижних уголков с верхним. В данном случае мы поворачиваем вот так. И у нас уголок вместе с центром здесь совмещается по цветам. И такой же получается на всех остальных гранях. Ну и на дуома мы тоже повернем. И вот у нас три синих уголка. Три желтых. Три зеленых. Красная сторона у нас в обоих случаях снизу. На этом этапе в классической пирамидке есть всего лишь пять случаев, два из которых зеркальные. Сейчас мы все смоделируем. Напомню, что углы по цветам должны совпадать на каждой грани. Далее смотрим мы на три оставшихся несобранных ребра. У нас есть ребро, которое полностью не совпадает по цвету с теми гранями, с которыми они соприкасаются. Есть ребро, которое совпадает частично. То есть одной стороной совпадает, второй нет. И еще одно такое же. В случае, когда у нас есть одно ребро, которое полностью не совпадает по цветам, мы его располагаем сзади. Далее смотрим на переднюю грань. Красная сторона все это время находится снизу. И далее делаем пиф-паф с той стороны, с которой у нас находится неправильный элемент. То есть вот здесь вот зеленый-зеленый совпадает, хотя ребро и не на месте. Здесь желтый и зеленым не совпадает. Поэтому пиф-паф делаем с левой стороны. Делаем пиф-паф. И видим, что ребро нужно установить вниз. Делаем это стандартным способом. Совмещаем вот эти цвета. Поднимаем здесь. Вставляем ребро. Опускаем. Повторим еще раз. Находим ребро, которое полностью не совпадает по цветам. И располагаем его сзади. Далее начинаем делать пиф-паф с той стороны, где у нас цвет неправильный. Слева. В данном случае. Делаем пиф-паф. У нас поднимается красное ребро наверх. Его просто устанавливаем. И устанавливаем именно таким образом, не пиф-пафом. И зеркальная ситуация. Опять находим ребро, которое полностью не совпадает по цветам. И располагаем его сзади. Далее мы видим, что неправильный цвет находится справа. Поэтому начинаем делать пиф-паф справа. И опять ребро поднялось. Просто устанавливаем его на свое место. Это уже две ситуации. На думах, в связи с тем, что центры еще не стоят на своих местах, это может выглядеть немного пострашнее. Но опять же смотрим. Зелено-желтое ребро. Зеленым цветом не совпадает. Желтым совпадает. Сине-желтое тоже совпадает одним цветом. И зелено-сине не совпадает ни одним цветом. Его располагаем сзади. И делаем пиф-паф с той стороны, где у нас неправильный цвет. Вот у нас зеленый к синей грани не подходит. На центр не смотрим. Делаем пиф-паф с левой стороны. Ребро поднялось вверх. Устанавливаем его на место. Зеркальная ситуация. Находим вот опять ребро, которое полностью не совпадает по цветам. Располагаем его сзади. И в этот раз у нас неправильный цвет справа. Поэтому начинаем делать пиф-паф справа. Поднялось вот это ребро. Отводим в эту сторону. Все алгоритмы интуитивны и запоминаются лучше визуально. В отличие от предыдущих случаев, есть ребро, которое стоит на месте. И стоит полностью правильно. И два ребра, которые стоят на своих местах, но неправильно развернутые. Так называемые два флипнутых ребра. Выполняется алгоритм достаточно просто. Делаем пиф-паф. У нас поднимается ребро. Но мы отводим его не сюда, как в предыдущих ситуациях. Мы отводим его назад. Вот сюда. Поднимаем это место. Вставляем ребро. И опускаем. Ситуация достаточно легко определяется. Перепутать ее трудно. Делаем пиф-паф. Отводим ребро назад. Гоняем место. Вставляем ребро. Опускаем место. На дууме все опять не так радужно выглядит. Но смысл такой же. Находим ребро, которое стоит на своем месте и стоит правильно. Располагаем его сзади. Видим, что здесь желто-синее ребро. Здесь зелено-желтое ребро. Их нужно просто на своих местах развернуть. Делаем пиф-паф. Ребро поднялось. Отводим назад. Поднимаем место. Вставляем ребро. Опускаем место. Ребра собраны. Ну и две последние очень похожие ситуации. Это когда на каждой грани есть вот такие глаза. На каждой, кроме красной. Два зеленых, два желтых, два синих цвета. Ни в каких других ситуациях подобные картины вы не увидите. Только в этих двух. Для того, чтобы решить, используется следующий простой алгоритм. Вращается вот этот правый уголок и вот этот верхний. Опускаем правое. Вверх против часовой. Поднимаем правое. Вверх против часовой. Опускаем. Против часовой. Поднимаем. То есть, по сути, вниз-вверх. А это всегда в одну сторону. Получается семь движений. Если сделаем еще раз, то мы ситуацию смоделируем. Но суть в том, что не всегда с первого раза будет это решаться, поскольку перестановка может быть в одну сторону, а может быть в другую. Если в данном случае мы сделаем этот алгоритм, то останется такая же ситуация. И нам придется повторить алгоритм еще раз. И все соберется. Можно либо делать алгоритм один или два раза, либо можно научиться различать эти случаи. Если у нас вот этот цвет с этим совпадает, то алгоритм соберет пирамидку с первого раза. То есть, вот этот цвет и вот этот. Вот они оба синие. Делаем. И все собралось. Если этот цвет с этим не совпадает, то придется делать алгоритм дважды. Либо можно сделать его один раз, но зеркально, то есть через левую руку. Для этого мы будем опускать, поднимать левый уголок, вращать верхнюю часть по часовой стрелке. И собирается с первого раза. Дома куб вращается похуже, но смысл здесь опять такой же. Этот цвет с этим совпадает. Значит, с первого раза алгоритм соберет нам все ребра. Видим два зеленых, два желтых, два синих. Из-за того, что иногда цвет центра совпадает с ребрами, можно подумать, что ситуация какая-то другая. Но если мы будем игнорировать цвет центров, то станет все понятно. Делать алгоритм можно из любого положения, поэтому с какой стороны вы возьмете, совершенно не важно. Давайте с синий. Опускаем, поворачиваем, поднимаем, поворачиваем. Опускаем, поворачиваем, поднимаем. Ребра собрались. Ну и когда у нас цвет синий с этим желтым не совпадает, делаем этот же алгоритм дважды. Либо делаем через левую руку. Опускаем, поворачиваем, поднимаем, поворачиваем. Опускаем, поворачиваем, поднимаем. И все, ребра собраны. Если классическая пирамидка на этом этапе уже полностью собрана, то на дома нужно сделать еще один алгоритм. Теоретически центры могут сами встать на свои места и ничего делать не потребуется. Но чаще всего они в каком-то вот таком положении. Для перестановки центров мы будем использовать алгоритм из пирамидки 4х4. Но если там было два вида ситуаций для перестановки центров, то здесь только один случай. Этот случай решается очень легко. Надо сделать всего лишь 3 пиф-пафа. Если на обычной пирамидке, если мы сделаем 3 пиф-пафа, ничего не поменяется, то на дулома после 3 пиф-пафов центры поменяются местами. Причем передний поменяется с нижним, а правый задний с левым задним. Поэтому для того, чтобы центры собрались, мы размещаем их следующим образом. Чтобы менялись передний и нижний, и два задних. И из этого положения делаем 3 пиф-пафа. И все. Если мы возьмем дулома куб другим образом, к примеру вот так, то у нас поменяются желтый и синий местами. То есть мы видим, что надо поменять желтый с красным, синий с зеленым. Мы берем ее вот так и выполняем алгоритм. Так делать неправильно, а к успеху это не приведет. Вот 3 пиф-пафа произошли, и центры все равно стоят неправильно. Поэтому всегда смотрим. Вот синий и красный должны меняться местами. Держим их вот так и проверяем. Желтый и зеленый должны меняться местами. И именно из такого положения делаем 3 пиф-пафа. Вот и все. Никаких сложностей в этой головоломке нет. Она достаточно проста. Тренируйтесь, и все у вас получится. А на этом все. Всем спасибо. Всем пока. Продолжение следует...